В преддверии старта марафона «Ты намножен» глава города лично познакомился с волонтерами. В этом году молодых людей, которые хотят помочь и стать проводниками добра, около трех сотен. Конечно, я хочу выразить им слова благодарности за то, что они тратят свое личное время и проявляют такую гражданскую сознательность, воспитывают в себе чувство настоящего гражданина и занимаясь этой проблемой детей с ограниченными возможностями. Теперь уже сложно представить, что марафон «Ты нам нужен» придумали школьники. А ведь так оно и было. С инициативой выступили юные депутаты ученической думы. И вот спустя 10 лет инициаторы самой популярной благотворительной акции города находятся в зале. Все начинается с идеи, все начинается с душевного порыва, с той птички добра и того желания помочь, которое зарождается в ваших сердцах и в сердцах каждого волонтера. Есть такое выражение, что рука – это первое, что один человек протягивает другому. Людей, готовых протянуть руку помощи нуждающимся, волонтеров можно легко отличить в толпе. Они в оранжевых футболках и с неизменными улыбками на лицах. Кто-то в акции участвует не первый год. Молодые люди рассказывают, эта работа наполняет их эмоциями. Знаете, вот сама атмосфера. Вот когда ты приходишь в торговый центр и с тобой здороваются, говорят, привет, Катя, давай, и будем делать, помогать вместе. И ты стоишь и вот зовешь, агитируешь людей, чтобы они тебе подошли, заинтересовались. И самые вот это вот глаза горящие, когда они говорят, да, мы помогли. И вот это очень здорово. Вот это, знаете, вот в душе остается, наверное. В заключение волонтеры дали торжественную клятву марафону и его участникам. Вносить посильный вклад в работу волонтерского сообщества, городского благотворительного марафона «Ты нам нужен». Клянусь, клянусь, клянусь. Юбилейная апельсиновая волна стартует в областном центре в субботу. Мария Попова, Андрей Синьмолков, РТВ Иваново. Для благотворительного марафона «Ты нам нужен».